Для достижения поставленных целей, несомненно, необходимо сочетание многих моментов. Это и финансирование, и поддержка руководства области, и наличие в команде классных футболистов. Каждый год состав обновляется в той или иной степени. Появились новички накануне минувшего сезона. Но, чтобы они появились, и именно те, кто поможет выполнять самые высокие задачи, необходимый опыт, постоянное отслеживание игроков на трансферном рынке, умение выбрать из ряда предложенных футболистов именно тех, кто усилит команду. В конце концов, и без чутья тут не обойтись. В межсезонье было просмотрено немало игроков, и среди них надо было выбрать нужного футболиста. А это, в силу разных причин, сделать было не так уж и просто. Ну, главной трудностью перед сезоном было то, что команду покинул главный тренер, Муханов Владимир Васильевич, у которого команда строилась там на каких-то своих, грубо говоря, игроках, по манеру свою. Пришел Никитенко Владимир Андреевич, у него другой подбор игроков. И вот эта смена повлияла на подбор игроков. Здесь уже мы больше искали игроков оборонительного плана. Ну, и при Муханове, и при Никитенко задача была найти высококвалифицированного футболиста на позицию нападающего. Но это проблема всех клубов в мире, где их найти. И догонять тяжело, и удерживать тяжело, потому что очень сильное напряжение идет на каждого футболиста и на команду. Потому что, если мы захватили лидерство, мы уже три года не становились чемпионами. И подсознательно все уже боялись потерять это лидерство. И каждую игру, каждую игру старались играть на результат. Сложнее, думаю, удерживать, потому что ты играешь в свою игру и постоянно оглядываешься назад, как играют другие. И я думаю, это тяжелее, чем смотреть наверх и догонять кого-то. Удерживать тоже тяжело, а догонять не хочется. Хочется все время быть на высоте, на первом месте, но так не бывает. Но я считаю, не знаю, даже удерживать тоже тяжело. Мне кажется, легче, но в то же время и тяжело, потому что у нас мы так долго шли, можно сказать, три года шли к чемпионству. И удерживать в этом плане тоже тяжело, потому что мы, не знаю, психологически тяжелее. Не, несомненно, быть впереди и пытаться продолжать это легче. Когда нужно догонять, тем более в нашем клубе, когда стоят только высокие задачи, когда тебя прессуют со всех сторон, напрягают, конечно, это не очень хорошо. А когда ты идешь на первом месте, у всех все хорошо. И руководство, и болельщики все рады, довольны, никакого прессинга, ничего нет. Ну, по-моему, на протяжении многих лет мы всегда выходили в лидеры, вот сколько я помню, с 2007 года. И оставались там. Ну, наверное, уже привыкли, что Ак-Тубев всегда в лидерах. Это для нас легче, по-другому как-то и в лутсайдерах никогда не были. И я надеюсь, и не будем в ближайшие лет 10. Каждый игрок пропитанный этой мыслью, что надо результат, результат. Все требовали от нас результат. И поэтому где-то качество игры у нас было другое. Не то, что хотелось, не то, что мы раньше проповедовали и так далее. Но я думаю, что результат в данный момент был важнее, чем качество игры. Не, ну, я думаю, и так, и так сложно. Я думаю, если ты уже встал на педестал, как бы, и всегда чувствуешь, что тебя поджимают, и ты должен каждую игру выкладывать, чтобы не упасть от этого педестала, как бы, тоже по-своему. А второй команде, которая должен встать на педестал, он тоже должен, не должен осечки давать, ждать, пока на первом месте кто-то там проиграет или что, осечки, и свои игры, как бы, постоянно выигрывать, чтобы догнать как-то. И один раз было, что мы, тогда Тарас, по-моему, нас перешагнул на какое-то время недолгое. И как бы обратно, что мы опять набрали силы, как бы, стали на педестал, и до конца, слава богу, что давили. Ну, я думаю, здесь такой двоякий вопрос. Удерживать сложно, это показала концовка матча, чемпионата. В чемпионат мы все равно уходили, в отры даже шесть очков за два тура до конца, и удерживать сложно, но еще сложнее догонять. Потому что цена ошибки, цена ошибки, когда ты догоняешь, и ты ошибаешься, и осечку даешь, то это уже не восполняется. Перед стартом в Лиге Европы вновь понадобилось усиление и корректировка состава. И вновь пришлось искать, либо выбирать из предложенных футболистов. Но если перед сезоном времени более-менее достаточно, то тут уже сроки были сжаты до предела. Хотя работа по поиску сильных футболистов не прекращается даже в межсезонье. В таком, выражаясь шахматным языком цейкноте, очень трудно подыскать нужного игрока. Ну, даже не в сжатые сроки, даже перед сезоном, во время сезона, я ничего не знаю, когда в отпуске, всегда найти трудно футболистов. Почему? Потому что раньше мы ориентировались, мы это не только Актюбинск, это весь казахстанский футбол, грубо говоря, на игроков-выходцов с Балкана. И когда мы отказались от них, стал вопрос, кого приглашать. Все знают, что в Казахстане сейчас хорошие деньги появились и футбольные деньги. И хлынул поток игроков второсорта. Если мы отказались от Югослав, от бывших игроков в Республике Югославии, то получилось, кого брать. С Африки, с Азии. Рынок у нас еще не такой изучен по футбольному масштабу. Поэтому не все сюда, как сказать, не то что могли или хотели, не горели желанием поехать. Да, появились деньги, начали предлагать там игроков, я не знаю, какого уровня. Хорошего игрока сюда тяжело заманить. И плюс, если едут, то очень большие деньги. А большие деньги не выделяются. Да, можно одного игрока взять, грубо говоря, за 2 рубля. Он там копеек 30 стоит. Но это же бюджетные деньги, это государственные деньги, это деньги народа. Поэтому тут приходилось искать компромисс. В Лиге Европы актюбинцы продемонстрировали неплохой футбол, дойдя до стадии плей-офф турнира. Сначала был пройден армянский Ганзасар, который был переигран дважды с одинаковым счетом 2-1. Потом нас ждал норвежский фет, пройденный без особого труда. А вот противостояние с исландским брейдабликом все решалось в серии послематчевых пенальти, где блеснул наш фрадарь. Андрей Сидельников парировал 4 из 5 ударов с 11-метровой отметки. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон»